Добрый вечер Я вас очень прошу, поскольку я понятия не имею, что вас интересует, вы задавайте любые вопросы, никаких тайн нет, я вам на все отвечу, чтобы у вас была тема для информации. Мы начнем с того, что я коротко расскажу вам про себя, исключительно по той простой причине, что я, в отличие от очень многих сидячих в зале, не умею ковыряться в компьютере, в отличие от моей дочери, которая пропадает там навсегда. Поэтому все, что обо мне пишут в интернете, вранье. Я никогда не был в фейсбуке, у меня нет никаких страничек в твиттере, и что там делается под моей фамилией, я не знаю, но там столько все написано, включая, что меня три раза хоронили. Это, конечно, было бы довольно забавно, если бы не родные, потому что сообщение о том, что я помер, как-то вызывает, по крайней мере, удивление. Кто это пишет, и зачем, я не знаю, какие-то странные. Значит, ну что вам сказать, я родился 31 июля 45-го года, дитя войны, закончил школу, ну то есть, что значит, закончил, я ее не совсем закончил. Из восьмого класса я удрал из дома, я удрал в экспедицию в Сибирь. Меня выдали, естественно, дальше я пошел в 15 лет. Значит, я начал работать в 60-м году на заводе Туполева, закончил вечернюю школу. После вечерней школы я закончил, я поступил в Институт электронного машиностроения. Через два года я понял, что я совершенно ничего не понимаю в электронике, а так учиться нельзя. И я перешел в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, который закончил по специальности вентиляция и кондиционирование воздуха. Потом четыре года завод Лихачева, где я работал в конструкторском бюро и обожал совершенно и завод, и все. Ну что, восемь лет КВНа, естественно, совершенно знаменитая по тем временам команда КВН Миссии. Потом я работал в пусконаладочном управлении тоже по вентиляции и кондиционированию воздуха. Потом я все это дело бросил, перешел на вольные хлеба и занялся литературным трудом. И занимался этим, и занимался. И у меня довольно много написано. Впервые это первый рассказ, прозвучавший с эстрады. Тоже, если кому будет интересно, я в эту тему углублюсь. Был написан для Володи Винокура, который пришел недавно из армии по тем временам. Монолог старшины, с которым он стал лауреатом, а я впервые узнал, что я писатель. Я понятия об этом не имел. И вообще он мне надоел до крайности со своим нытьем, напишите хоть что-нибудь. И мы за ночь со своим приятелем написали монолог старшины, он стал лауреатом. И с этого началась наша бесконечная дружба с этим милым человеком, в дочь формы, в очень хороших отношениях. Потом Юра Николаев, к моему несчастью или к счастью, в 1994 году совершенно случайно, тоже надоев мне до крайности, заставил меня, нет, он хотел научить меня играть в теннис, потому что он сказал, что все публичные люди играют в теннис. И даже президент наш, Павел Николаевич Ельцин, тоже играет в теннис, а я единственный, кто не умеет играть в теннис, это стыдно. А я понятия не влашу, что такое теннис. По дороге на теннисный порт он заехал на аэродром, и где я остался, и с 1994 года я стал летать. Значит, если мне сейчас 69 лет, ровно стало быть, в 2002 году я закончил Калужское авиационное училище. В такой степени я, видимо, сошел с ума, получил лицензию пилота коммерческой авиации третьего класса, еще 30 суток в учебно-тренировочном отряде Быкова, и я стал вторым пилотом на самолет Як-40, и год поработал на линии. Ну что вам сказать, все. С 1991 года я работаю на первом канале телевидения, с диким скандалом, куда меня привел Влад Листьев. Это был грандиозный скандал, потому что я совершенно не понимал, что он ко мне пристал, поскольку это профессия, я ничего не заканчивал, ни театральный институт, ничего. Он мне туда пристал, и я сегодня, как бы это правильно сказать, с большой печалью и удивлением обнаружил год уже, что, 20 лет? Я как юный барабайщик стою у кого-то. А еще огромная жизнь за плечами. Есть книжка, есть несколько пьес. Сейчас только что я держу пальцы, вот-вот, чтобы не сглазить. По моему большому рассказу Саша Стриженов снял фильм, где я и коу-продюсер играю главную роль. Фильм называется «Дедушка моей мечты». Мы не успели закончить этот фильм к этому фестивалю в Омске. Этот фильм должен был вершить, финалить этот фестиваль, но мы просто не успели, потому что так бывает у каждого творческого человека. Композитор просто нас немножко задержал, и только сейчас дописывается струн. Сейчас струн и записали, еще надо написать ударные инструменты. В общем, идет озвучка фильма, но он закончен. В январе месяце я отыграл премьеру в спектакле «Будьте здоровы, месье». Совершенно очаровательным составом потрясающих актеров. И как я вам обещаю, этот вопрос решен. Я с этим спектаклем, конечно, приеду сюда. Вот я сегодня перед вами стою, завтра в 7 утра я вылетаю. Я отыгрываю завтра спектакль в Москве. Мы его играем, но он приедет сюда, этот спектакль я вам обещаю. У меня сыну 41 год, дочери 16 лет, внучке 14 лет, жена, собака, кошка, не бабушки, не дедушки. У меня нету все, что я могу про себя рассказать. Я вам рассказал книжку, называется «По чуть-чуть». Сейчас выходит вторая книжка. Это большой сборник рассказов и стихов. Сегодня я был у ребят в аэропорту, ну, на аэродроме. Первый раз за, как вы знаете, я здесь многократно бываю. Первый раз за все это время мне не удалось сегодня полетать. Мы отказались, как профессионалы. Сильный боковой ветер, самолетики маленькие. И, то есть, оно, конечно, можно было бы полезть, но это не стоит того, чтобы рисковать. И я ничего не нередал. Вот, собственно говоря, все. Теперь, значит, для этого... Я еще живой, подожди. Значит, я хотел бы отсечь группу вопросов сразу. Потому что, во-первых, это кинофестиваль. Мне легче рассказывать вам обо всем и отвечать на любые вопросы, касаемые театра, кино, книги, жизни, командировок в Чечню, в Косово и еще там куда-то. Но я должен отсечь группу вопросов, потому что там все равно возникнет, так или иначе. Касаемо того, что стоит у меня, мягко говоря, поперек горла. Это поле чудес. Видите, как сказать, так просто случилось в моей жизни. Это не почему-нибудь, но как-то так образовалось. Я вот с удивлением обнаружил, что с 91-го года я кручу эту историю. Я не знаю почему. Причем, я не могу сказать. Вот сейчас я абсолютно, если не честно говорю, что у меня стоит поперек горла. Но когда я вхожу в студию, ну все мгновенно слетает. Это очень многие могут подтвердить. Это закон сцены, это какая-то магия подмозгов. Это непонятно. Тем не менее, я должен отсечь эту группу. И мне очень хотелось бы отсечь эту группу вопросов. Музей есть. Где он находится, я не знаю. Какие-то люди приезжают, что-то отбирают, все, что там. И куда-то увозят. Говорят, что там масса всего. Такой музей народного творчества. Что касается, как бы мягко сказать, еды. Я бы, я, конечно, то, что я сейчас скажу, поскольку мысль, изреченная, как известно, есть ложь. То, что я сейчас скажу, это слова. Вы даже представьте себе, не можете, что происходит с этой едой. Традиционно, как только заканчивается запись программы. Запись программы всегда в четвертой студии. Билеты бесплатные. Обычно мы печатаем 150 пригласительных билетов. В студии приблизительно от 300 до 500 человек. Причем все с билетами. Как это происходит, я не знаю. Никогда. Они печатаются, они хранятся в сейфе. Их раздают специально, там, на 10 этаже. Специальные люди кому-то, спонсорам. Сумасшедший дом. На головах сидят. До сих пор. Я не знаю, что тут интересного. Запись продолжается приблизительно 2,5 часа. Записывается 4-5 программ на месяц вперед. По субботам и воскресеньям. Крайние субботы и воскресенья каждого месяца. К сожалению, очень многое вырезается. Потому что в эфире всего 52 минуты. С игроками я встречаюсь за 10 минут до начала. Исключительно выясняю только один вопрос. О чем нельзя говорить, чтобы не вляпаться во что-нибудь там. Вот. Значит, сразу по окончанию съемок. Все съестное, которое приносят, я это знаю. Все выставляются на накрытые столы. Дальше я только вместе с группой успеваю отскочить в сторону. Потому что, сшивая детей, женщин, расталкивая друг друга, туда бросаются, все и начинают жрать так, как будто они никогда не ели и специально для этого пришли. Причем потом ты обдороживаешь не то, что там выпитые, съеденные все, надкусанные станиоль, съеденные крышечки. Ну, в общем, носят все. Ничего не остается, включая все то, что лежит на барабане. Традиционно ведущий не имеет права принимать подарки. И все, что дарится. Есть один-одна тонкость. Иногда вы это в кадре видите, но за пределами кадра это не секрет. Я всегда это говорю. Есть вещи, которые храниться в музее не могут. Это мое абсолютное убеждение. Не то, что я дам святой какого. Просто не могут и все. Например, иногда приносят иконы. Поэтому в кадре видно, что мне дают иконы. Но я тут же предупреждаю, что, ребята, я в музее не передам ни в коем случае. Тем более, что иконы иногда освященные. Поэтому с разрешения того, кто привез эту икону, мы передаем в храм. У нас есть люди, которые тут же отводятся в храм. Это первое. Второе. Бывают вещи, какие-то цветы. Вдруг иногда приносят что-то, чего я взять не могу. Я после передачи возвращаю. Тоже не вижу в этом ничего особенного. Например, я очень хорошо помню, как на 9 мая, когда-то это было, отношение к этому было несколько другое, мне один человек привез, ну там, например, протсигар. Пробитый пулей протсигар. Пуля попала, у него была медаль за отвагу. Рикошетировала, видимо, на излете пули, или рикошетов, или как она попала сначала в медаль, потом пробила портсигар, он остался жив, она шла ровно, ну вот, ровно в сердце. И он мне принес этот портсигар. Согласитесь, что это вещь, поэтому, как оставить ее держать в руках-то, пальцы трясутся. Поэтому после передачи я, естественно, ее отдал, обратно ее увез. Есть вещи, которые мне непонятно до сих пор, и сообразить я не могу. Это какой-то, есть, конечно, идиотизм на государственном уровне. То есть существует человеческий идиотизм, он поддается, видимо, лечению. Государственный идиотизм лечению, вероятно, не поддается. Ну, к примеру, вам могу сказать, что некоторые подарки, по-моему, что-то такое дороже телевизора раньше там было, сейчас я не знаю, облагаются налогом. Значит, когда я тоже что-нибудь дарю, то, стало быть, все знают об этом игроки, что ты поперешь подарок, могут, могут, если захотят, прислать тебе, значит, 13, по-моему, процентов, или 37, я не знаю, сколько. Я ничего не понял, когда пришел сюда в 91-м году, и я спросил, ребята, а как это может быть? Приезжают вообще не очень, как известно, богатые люди, у нас на передаче богатых не бывает, но за исключением специальных программ, где артисты, тогда сразу определяется, что все это отдается известно кому. Кстати, все, сначала я хотел, и мы очень хотели все вкусные вещи, включая там икру, рыбу, там еще чего-то, у нас есть детский дом, один или несколько, хотели отдавать, но СЭС встало на дыбы, и это правильно, потому что, во-первых, неизвестно, сколько это везли, и неизвестно, кто это, кто это делал. За 20 лет я два раза, было всего два раза, когда я останавливал запись. Не было ни разу, даже был случай, и это на самом деле, это правда, у меня ночью сделался вот такой флюс, и я сумасшедший поехал в дежурную стоматологическую клинику в 5 часов утра, в субботу, где я обнаружил человека, у которого флюса не было, но сознание тоже, он был пьян в хлам, я такого пьяного человека не видел никогда. И этот стоматолог с трудом попал мне не то, что в рот, а в голову, поэтому выдрал мне ни один зуб, а два, он сказал, что до второго он не доставал. Ну и, естественно, совершенно теряю уже сознание от боли, я все-таки приехал на запись, и как-то у меня сразу все прошло там, но один случай был, когда пришлось вызвать скорую, потому что приехала потрясающая страна, я очень хорошо помню, тетечка с Украины, и она привезла, ну клянусь, вот такую корзинку с домашними какими-то копчениями, с салом, еще там чего-то, это было давно. И стала все это выкладывать на стол, там, сказал, огромный поднос, что было в такую горку, и сказала, а можно я передам привет? Я никогда не против, ну передавай себе. Она открыла такую толстую тетрадку, и стала по этой тетрадке все деревни, значит, за... А поскольку надо подыгрывать, я же не знаю потом, что в монтаж войдет, у нее уже пишется все подряд, я стал делать вид, что пока она читает, я специально заставляю ее читать, чтобы в это время можно было пожрать. И я стал как бы делать вид, что я очень хочу есть, и стал это жрать бесконечно. Я говорю, читайте, читайте, а не будет. И на первом куске я почувствовал, что вроде как у меня во рту боржо. Ну, трое суток пожаря наехала. Короче говоря, а это первая тройка, я пока она читала, я таил, и я стал терять сознание. Как-то я это дотащил, вызвали скорую, тяжелое отравление, мне вкатали какое-то лекарство, не знаю какое. Я как-то дотащил до конца, потом трое сутки я лежал в больнице. Вот это был единственный случай. Все. Значит, вот. Что происходит на передаче? Очень трудно себе представить, потому что она из-за монтажа выхолощена, конечно. Люди ужасно зажаты, особенно телекамер работает. И это все и приходится, поэтому очень долго, ну как бы очень корректно выводить их на красивые ответы. А все вот это до вырезается, получается иногда вопрос-ответ очень сухо, иногда даже как бы не очень корректно. Вырезается из передачи все то, что ставит игроков в неловкое положение. А что там творилось, представить себе нельзя. Ну, к примеру, могу сказать, это статистика. Я готов немедленно сейчас же на спор поставить бутылку коньяка любому, кто скажет мне, что видел хотя бы один раз то, о чем я сейчас вам скажу. Значит, за 20 лет 8 раз, это статистика, за 20 лет, я то, о чем я говорю, это статистика. 8 раз на передаче с мужиков падали брюки. Не то что, а что, неожиданно, извините. Я главное, что я до сих пор не знаю, почему, может они так волновались, что худеют на ходу. По какой-то загадочной причине, и это тоже было несколько раз, это, конечно, вырезается. Почему-то с Украины, вот я не знаю, у меня прям... Обязательно приезжает какая-нибудь такая замечательная баба, но она... По-другому назвать нельзя, это хорошее слово, но она баба, просто замечательная, большая. И с криком, арка, видите, как я рада, все это вывали. Боится, она начинает все это заправлять обратно. Это, конечно, вырезается. Естественно, если кто-то затыкается, вдруг начинается волнение, трясучка, то, конечно, я иногда разрешаю, естественно, стой, стой, перескажи, там, еще там чего-то. Ну, можно посчитать, за 20... Сколько там, с 91-го года я на программе? 22 года, значит, 23 года. Ну, если посчитать 52 программы в год, умножить 23 на 52, потом еще на 9, поймите, сколько там участников было. Приходят приблизительно от полторы, полутора до трех с половиной тысяч писем с просьбой об участии. Как они отбирают, я понятия, не имею, работает целый день писем. И плюс еще у нас стоит комиссия, которая что-то запихивает в черный ящик. Что они туда кладут, я понятия не имею, они скупы, у нас же вот. Все экономия дикая, что они туда засовывают? Это просто невозможно рассказать словами. Безумно, к моему великому сожалению, зажатые дети. И очень много раз мне приходилось, этого тоже никто не знает и никогда не видел. И там мальчик или девочка, начинается эта специальная подготовка. Он начинает что-то из школьной программы, это надо как умереть. Мне с ним разговаривать надо, а он молчит себе, заткнувшись. И вот мы начинаем, я ему в ухо что-то там, а ты как озел, а ты мне споешь? А не, 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 благодородие, я просто слияюсь. Ну хорошо, а ты мне самому споешь? Спою. Я его беру за руку, мы выходим в коридор. И он начинает мне в коридоре петь. И вот как он поет в коридоре, так мы с ним за ручку входим в студию. И дальше вы видите то, что он допивает уже в студии. Вот это бывает. К сожалению, детских программ нет, то, что я вам сейчас расскажу, не видел никто. Ну, потому что я это вырезал. То есть, если бы я был на американском телевидении, конечно, все, о чем я говорю, я оставил бы, потому что это была популярная в сказочной. Это было, наверное, году, чем я тебя знает, наверное, в 98-м. Да, вот еще что у нас существует. Это я очень хорошо помню. В 95-м году ехал на передачу, у нас собеседование перед программой. Вызываются все участники и редактора садятся выяснять, хоть кто это приехал, потому что как. Надо же хоть как-то знать, кто это. На программу приехал мужик из какого-то села, из-под Хабаровска, если я не ошибаюсь. И вез с собой 5-литровую банку с молоком, которую жена просила вручить мне прямо на передаче. Причем, рассказ его состоял в том, что у них там недалеко какое-то то ли шоколадное производство конфетное, то ли сгущенное молоко, я не помню. И они какие-то объедки или там отходы от этого производства дают жрать корове, поэтому молоко, например, одного качества. И он ехал из гостиницы на записи, грохнул ее на эскалаторе. Приехал с синими кругами под глазами, успел мне сказать, что я вам вез молоко, и потерял сознание, вызвали скорую, сделали ему укол. И тут я смекнул. А что, собственно, это же телевидение. Поэтому немедленно достали 5-литровую банку, погнали администратора на рынок, он ему налил молока туда 5 литров. Тоже мне письма, что все теперь знают, что это самое вкусное молоко на свете. К чему разговор? Я, как только это произошло, я немедленно пошел к руководству и говорю, ребята, мне нужен фонд. Потому что по сегодняшним временам, мало того, что доехать до Москвы дорого, но это мы еще как-то оплачиваем. Мало того, что гостиницы, это мы тоже оплачиваем. Кто-то что-то хочет привезти, но это замечательная русская традиция. Такой в мире нет нигде. Ни в Америке, ни в Англии, ни у пупуасов у нас все приходят в гости со своей жратвой. Ну хорошо, взрослые, вспомните, кто-нибудь когда-нибудь на Новый год ходил с пустыми руками? Как, а с собой тазик с салатом, а колбаса, а шампанское, ну что-то. Вот это традиция, причем я все равно знаю, что это для всех. Нет такой возможности, у людей нет денег. Я говорю, давай все просто поступь, дайте мне денег. Мне немного надо, ты хотел привезти мешок картошки. Ну ты ведь хотел, желание было, возможности нет. На тебе, что тебе надо? Иди, на тебе деньги, иди вон на рынок, купи мешок картошки. В конце концов, немножко театра, я сделаю вид, что ты меня оттуда привез. Если ты хотел, не вижу в этом ничего дурного, но нет у него возможности. Ну жутко ему хотелось привезти яблоки со своего сада. А ему взяли какие-то идиоты, устроили рядом дом и срубили его яблоню. У него прям слезы на глазах. Ну на тебе, пойди, купи яблоки, скажешь, что ты привез. Этот фонд есть, иногда так бывает, ничего страшного. Так я к чему говорю, что вырезается. Году, по-моему, в 97-м, то ли 98-м, тогда еще были детские игры. Они закончились после того, как я вызвал на передачу в 9 мая потомков великих военачальников. У меня был правну Крокосовского, еще там, сейчас Жукова там и так далее, и так далее. Ну я когда спрашивал о том, кто там был ваш дедушка, правну Крокосовского сказал, что, по-моему, он был кавалеристом. Ну в общем, короче, ну кто ничего не знает, и мне стало так неудобно и стыдно. Ну и думаю, и не надо. Но, тем не менее, значит, тогда были детские игры. И вот одна из детских игр. Как-то, почему-то, я сразу обратил внимание, среди этих 9 человек стоит такой, как бы, такой мужичок. Я говорю это в этом зале с абсолютной уверенностью, что вы меня поймете. Во-первых, он сибиряк. Я не буду говорить, из какого он города. И он, он совершенно точный сибиряк. Вот такого роста. Ему, по-моему, лет 7. Башка такая. Но он мужик, несмотря на возраст и рост, он мужик. Во-первых, что меня поразило до крайности, он как-то сразу поставил меня на место. Он мне сказал, вы мне вопрос не задавайте, вы мне думать мешаете. Я? Я его зауважал невероятно. Звали его, по-моему, если я не ошибаюсь, Филипп Андреевич или, в общем, как-то Филипп. Филиппок, я вообще запомнил из сказки. Это был Филиппок. Из рассказа знаменитого. Филипп Андреевич, я с ним на вы. Ну, хорошо, Филипп Андреевич, пожалуйста. Как-то очень быстро это произошло. Я так между делами, а с остальными, а на него я так глазом кажу, он такой весь набычный и очень все... Как-то он по-хозяйски все правильно очень делает. Не то, что он выделяется чем-то, но как-то он не такой, как все. Как-то довольно быстро он свой этот эпизод выиграл. Как-то он, вот он уже в финале. Вот он уже и раз, да и победил. Ну, и победил, и победил. Это не важно, сколько там очков набрал. Я говорю, Филипп Андреевич, ну вот. Выбирайте, что хотите. Не хотите, я сам вам подберу все. Ну, говорит, там, что-то он говорит. Не то, что вы мне скажете, что у вас есть. Я начинаю ему там диктовать. Многое там, пятое, десятое. А там что-то такое. Мотороллер, мопед, велосипед, телевизор, лыжи, коньки, камера, телеканал. В общем, по тем временам компьютера не было. Ну, в общем, баян какой-то, еще там чего-то. Он долго стоял, думал, думал. Потом вдруг говорит, утюг дайте. Я говорю, а что, собственно, Филипп Андреевич, почему утюг? Он говорит, матери отдам. У меня же редактор в голове работает. Я все-таки худо-бедно, как руководитель программы, понимаю, у меня же монтирование. Думаю, какая прелесть. Там столько всего. Это миллисекунды идут. Думаю, как прекрасно заканчивается программа. Такой маленький, семилетний. Из всего это выбрало утюг для мамы. А это пока я думаю, он фразу-то продолжает, она звучит таким образом. Я говорю, почему, собственно, Филипп Андреевич, утюг? Он говорит, утюг дайте, матери отдам. Пусть гладит, все равно ни черта не делает. Я... Это... Я... Но... Редактор-то работает, я думаю, да что, я это отрежу. Все равно останется утюг, дайте матери отдам. Я говорю, ну ладно, понятно. Значит, через секунду вокруг... Он стоит около барабана, сзади него мотороллер, мопед, телевизоры, гора целая, всего. Какие-то игрушки, баян этот. Ну, просто что-то невероятное. И перед ним на этой тумбочке утюг стоит. Я говорю, Филипп Андреевич, не согласитесь ли вы, дескать, сыграете в супер-игру? Он говорит, что это? Я говорю, уж ли вы не смотрели. Он говорит, мне некогда телевизор смотреть. Я думаю, это хорошее, что тебе надо оставлять. Я говорю, почему? Он говорит, я работаю, я отцу помогаю. Я говорю, чем же вы отцу помогаете? Он говорит, мы на воз возим. Все очень, очень, все правильно. И очень как-то, как-то по-доброму, как-то не по сегодняшнему дню. Как-то просто из старой сказки про Филиппа. Я ему объясняю, что, дескать, если вы выиграете, у вас, отнятие, это еще будет супер-приз. А там, знаете, что может быть. Но если проиграете, к сожалению, тогда вы решите всего, вы подумайте. Долго стоял, думал. А у него такая петличка маленькая. И слышно в студии, даже если вот так говорить, слышно абсолютно. Стоял, думал, думал, буду играть. Я говорю, ну давайте. Он крутанул барабал, у меня все стрелки улетели. Причем, как дал, все слетело вообще. Барабан крутится, он на игольчатых подшипных, крутится довольно долго. И так бывает, наверное, вы с этим сталкивались столь уже в жизни. Объяснить это нельзя. Это что-то, не знаю, что. Вдруг в студии, где там, представляете, 400 человек, наступает мертвая тишина. Так потихоньку все смолкает, смолкает. Но она просто, она не просто мертвая, она такая ртутно тяжелая. Вдруг повисло все. Такая совсем тихо. И в этой абсолютной тишине это все крутится. Он, как сказать, он не произнес, он так подумал вслух. И очень тяжело, правильно положил слова. Стоял, стоял, думал, думал, потом вдруг. Вот, 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 вот. Запел, запел. Потом вдруг. Утюбы не просрать. Ну, что сказать. На 15 минут все это прекратилось, потому что попадали с трибун все. Я себе язык прокусил. Слезы это. Это, в общем, не буду врать, я ему, конечно, подсказал, выиграл, но все. Но это, ну, конечно, все это, к сожалению, или к счастью, все это отрезалось, потому что. Вот. Это, я полагаю, что этим коротким вступлением не закончил. Рассказ про этот передач. Больше вопросов на тем не возникнет. Так что теперь я прошу вас, вы спрашивайте, я буду отвечать, мне так легче, и так будет правильно. Давайте, говорите. Ну что? Ну что? Ваши, вы приглашены на передачу перевязывания. Пусть и умница. И как мы помним, что в своем время тоже передача, она была очень познавательной и очень интересной. Скажите, эту передачу можно позавредить? Пусть и умница. Пусть и умница. Все, думаю, с этой программой умники и умницы. Но, к сожалению, телевидение живет само по себе пока. И телевидение живет за счет тех денег, которые само по себе зарабатывает. Но могу вам сказать, что самое, если не сказать ненавидимое, но неприятное для любого руководителя или вообще для телевидения, это спорт. По той простой причине, что, как вы понимаете, если идет чемпионат мира по футболу, то никому в голову не придет во время матча вставить туда рекламу. А это миллионы. Поэтому спорта так мало. Это одна причина. Вторая причина. Я однажды пришел в Государственную Думу. Я. Примерно по той же причине. Говорю, ребята, вы только что выпустили неплохой, кстати, закон, что в детских передачах запрещена реклама. Но вы меня, ради Бога, извините, вы какие-то недоумки. С той секунды, как только вы это сделали, правильный закон, правильный, но вы недоумки. Потому что с этой секунды детские программы с телевидения выпрыгнули. Больше их нет. Нельзя ли было сделать хотя бы по-другому? Но пускай в детских передачах будут рекламы детских товаров, игрушек, я знаю там чего-то. Но как в детских передачах вдруг неожиданно появляется реклама колготок, а также всего того, чем пользуются женщины и все остальное прочее. Почему? На каком основании? Именно поэтому детских передач нет. Что касается той программы, она, как сказать, я так думаю, я могу ошибаться, но, наверное, вы можете подтвердить. У нас 80% это не телевизионные программы, то, что вы видите на экране, это радиопередачи. Попробуйте выключить изображение. У нас очень мало телевизионных передач по-настоящему. Что это телевидение? Это сначала вижу, потом слышу. Это все движение. Ну, представьте себе, и пользу чудес тоже. Если выключить изображение, ну, в принципе, вопрос-ответ, вопрос-ответ, любая викторина. Вот придумать такое телевидение, когда я смотрю с удовольствием, чем хорошо телевидение? Тем, что в любую секунду, и я это прекрасно понимаю, это замечательно. Ну, ты можешь пойти попить чая, переключить на другую программу. Как только начинается реклама, все начинают щелкать тебе программками немедленно. Ну, и, дай бог с ними, это и есть телевидение. Я сижу, это домашнее видео. Сижу дома, смотрю и вижу. Таких познагрательных программ несколько. Замечательная игрука «Что, где, когда». Мне очень нравится передача «Своя игра», по-моему, которая на НТВ идет. Замечательное, это просто что-то потрясающее. Где они набрались этих знаний, у меня рот открыт. Я на половину вопросов ответить не могу. А я начитанный. Как они успевают? Паразитно, мне очень нравится. Но иногда, на самом деле, если это выключить, то, в принципе, это такое, в некотором смысле, все равно слышание, а не видение. Как придумать, я не знаю. Из-за этого программу закрыли. Я не шибко возражал, что ее закрыли. Она может быть больше детская. Открывать они ее не будут. Потом есть сетка вещания. Есть определенное количество процентов того, что смотрят, в какое время смотрят. Это очень долгий, длинный процесс планирования телепередач. Это тяжелая штука. Одна из самых тяжелых, которые только существуют. Нет, я думаю, что эту передачу не восстанавливает. Я придумал несколько программ. Они с трудом пробиваются. Может быть, пробьются в этом году. Я только что... А, забыл сказать. Я там что-то вернулся из Крыма. Это поэтому у меня такой цвет лица. Это не то, что старческая пигментация кожи. Десять дней я болтался по всему Крыму. Объехал это все. Пролетел. У меня было два самолета. Но я их арендовал. Старый джип. Снималось. Вы увидите. Это 5, 6, 7 и 8 мая. Четыре программы по 26 минут. Документальные фильмы. Специально к 9 мая. О том, что происходило там во время войны. Я постарался это сделать. Но как можно корректнее и мягче. Потому что все, что мне там рассказывали. На фоне бесконечно синего моря. Бесконечно по-прежнему синего неба. И такой же теплой погоды. Слышать, конечно, это невозможно. Потому что перехватывает глотку. Остались еще люди живые. Я мало задавал вопросам ветеранов. Потому что их за эти годы так измучили. Одними и теми же вопросами. Что. Шейнан Гринальдакс. Начинает казаться, что они то ли это придумали. То ли заучили навсегда этот текст. Это не очень хорошо. Есть что-то такое личное. О чем рассказать нельзя. Все равно. Это так. Люди, которые служили. Или люди, которые были на войне. Конечно, могут это пересказать. Но это не практически. Это половина. Это очень мало людей. Очень редко встречается человек, который может передать все то, что он пережил там. Я это говорю. У меня несколько десятков командировок было в Чечню. И первую компанию. Вторую компанию. Я был в Посово. Я не принимал участия в боевых действиях. Ничего героического я не совершил. Уверяю вас. Но пока шли концерты, я болтался по блокпостам. Залезал туда, куда, где. Вообще мало кто бывает. И все это до поры до времени казалось не абсолютным театром. Ну, так снимается кино, что называется. Хотя я был в форме. У меня было личное оружие, которое, кстати, я попросил заклепать не совершенно так, чтобы можно было кабурор расстегнуть только со скрипом. Потому что нужно быть военным, чтобы понимать, что такое оружие, которое у труса создает ложную уверенность, храбрости. И иногда можно по горячке выхватить и нажать крючок, что страшно по сегодняшним временам. Потому что оружие оказалось в руках людей, которые даже не соображают, что у них есть. А у меня это было, ну, не забито, конечно, вот так надо было отдирать. И все это было замечательно до той поры, пока я, по-моему, во время второй или первой, где-то там, на четвертой командировке, не заскочил мне цампад. Все, с этой секунды ощущение театра прекратилось мгновенно. Я написал об этом. Но я написал там о том смешном случае, о том забавном, скажем, о том случае, который произошел со мной. Я залез на выброску. Ну, неважно. Но описать все это я не могу. Во-первых, я не Симонов. И не Борис Полевой. Описать ощущения этих людей, этих мужиков и вообще-то весь этот ужас войны невозможно. Поэтому люди, с которыми ты разговариваешь, я практически не задавал никаких вопросов. Они говорили и говорили сами. Потом мы потихонечку, мы гуляли, никаких, мы не стояли, как все это принято, углы памятников. Я специально отводил их в какие-то кафе. Мы гуляли по набережной. Тут играли дети. А он рассказывал о чем-то невероятном. О десанте, который тут погиб. В январе месяце недосчитанная операция. Приказ поступил. И в январе месяце их пустили десанты. Они кидались в мокрую воду трое суток. После этого еще на берегу отбивались от этих. Ну, в общем, многое чего. Все это вы увидите 26 числа. Просто сейчас оттуда 5, 6, 7 и 8. Ну, это монтируется сейчас. Я не знаю, что из этого получится. Но я не очень представляю себе. Даже те ребята, которые вернулись из Афгана еще откуда-то. Они, конечно, рассказывают. Но это схема. Это дежурные фразы. Мы вдруг сегодня почему-то все опрокинулись в войну 12-го года. Очень красиво. Таламаны, ментики, ламы. Уже потихоньку все забывается. Я с этим с удивлением столкнулся. Моя дочь, к счастью, так случилось в нашей жизни. Она знает английский язык. И вот она. Пойдем со мной, пойдем посмотрим английский фильм. Это снятый на пленку спектакль. Он идет. А некоторые персонажи времена древние. Ну, некий герой, который отвоевал город. Потом был обвинен в гордости, в гордыне. И выгнан из города жителями, которых он спас от смерти. Я с ней разговариваю, я скажу, говорю, Варя, насколько он прав-то вообще говоря. Так он относился к Чернику, всем остальным. Они его выгнали. Он ушел. С человеческой той всей зрели он прав. Но с другой стороны, вот взял и ушел, а больше защищать некого. Они его выгнали. Это, грубо говоря, несправедливо. А то, что он ушел, по-человечески понимаю. Но как государственные деяния, вообще-то, как он мог их бросить защищать-то некому. Тем более, в истории эти случаи повторяются многократно, говорю я. И привожу пример. То же самое было с Жуковым. Великий маршал. Маршал Победы, как его называли. Это ровно то же самое. Потом Одесский округ, потом Вообще и так далее, и так далее. И все это я думаю, что сейчас превратится. Она девочка умная. Что мы сейчас начнем об этом говорить. Все, дальше последовал вопрос, а кто это Жуков. Я развел руками. А ей 16 лет. А это 10 класс. И что я могу на это только выгнать? Пожать. Это печально, печально. Но тем не менее, я постарался, мы постарались. Сделать это как можно мягче, как можно карабнее. Хотя, несколько вещей, о которых они рассказывали. Я первый раз в Малаклаве увидел то, что никогда не видел. Ну, вы это увидите. Это я в кадр войдет. Ну, в общем, короче говоря. А так, все очень красиво. Море то же самое. Когда мне было 4 года, я первый раз увидел море в Феодосии. Я приехал на это место, и тот же камень в воде лежит. И ничего не изменилось. Те же боны, какие-то корабли на рейде. И все, 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 все замечательно. Ничего особенного не происходит. Во всяком случае, там в Крыму, где был я, такого напряжения нет. Я думаю, что его бы и не было. Если бы, конечно, некое побешательство отдельных граждан. И некоторые брошенные в слова, о которых просто как-то с трудом верится. Ну, понимаете, ну как поверить? Вот я... Ну, не приходит в голову человеку логики нет никакой. И это на самом деле... То, что я сейчас говорю, считайте, что неправда. Я взял Ан-2, мы пролетели над перекопом, мне показали, как сверху, как это было. Значит, я сидел за штурвалом, командир мне рассказывал, как это все происходило. Потом, значит, я сел. Мы пошли разговаривать с ребятами, копателями, которые там собирают останки. Памятник они сделали замечательный. Вот мы идем по эту сторону этого перекопа. И они мне говорят, что тут в 44-м они раскопали довольно много. Особенно солдатские медальончики. И они из них собираются памятник сделать. Вот с этой стороны их 4 тысячи штук они нашли. А с той стороны вот только там, что ли, 12 или 15. С 41-го года. С этой 44-го, когда уже наши. А с той 41-го, когда наши держали оборону. Я говорю, что-то я... Что такая разница, что в 41-м году наши, что ушли сразу. Или что в плен. Что имеется в виду? Или что там никого не было? А они говорят, нет. Просто с этой стороны можно выздавать дань. А с той стороны не дают. Это может кому-то прийти в голову? Это слово наше. Как? В каком смысле? Что имеется в виду? Что там солдаты? Что это все? Здесь можно, там нельзя. Ну, согласитесь, это немножко психопатия. Это, по-моему, из разряда медицинские термины. Я в этом мало разбираюсь. Но, конечно... Ну, это, в общем, неважно. Значит, там... Ну, что вам еще рассказать? Не про это грустно говорить. Вот, жалко, нет Юры Николаева. И мне бы очень хотелось, он оказался в больнице. Ну, вот, мне бы хотелось, чтобы мы все вместе пожелали ему здоровья. Потому что он здесь проводил, вы это видели, эту утреннюю звезду. Ну, клянусь вам, ну, честное слово. Ну, можно... Любого из нас можно обмануть. Есть два существа, я сегодня по радио говорил. Два существа на свете есть, два животных, которые обмануть нельзя. Это ребенок, хорошего человека, неизвестно. Вот в Юрке все дети относились вот так. Ну, вспомните, ну, это же... Ну, почему-то вот... Дитю, значит, это орает. Подходит человек, он орет и орет себе. А к другому вдруг этот идет себе и начинает его целовать и обнимать. И то же самое есть собака или кошка. Тигр в клетке. Чего он приходит его лизать? А к этому подойти не дает. Мне очень жалко, что Юра не приехал на этот фестиваль. А то, что он есть замечательно. Вчера смотрели фильм, обязательно пойдите посмотрите. Называется «Восьмерка». Снял фильм Алексей Учитель. Ну, какой мастер. Полтора часа. Ну, оно... Я на секунду забыл, что я в кино сижу. Причем, ну, мне очень жалко... Я ему сказал вчера, что мне безумно жалко только о том, что этот фильм вышел сейчас. Это фильм о 90-х годах. Обо всем том, что там творилось тогда. И о четырех парнях, которые держали одни против всех. Раз и навсегда. И... Ну, так сделано. Так снято. Полтора часа. Пойдите посмотрите. Ну, вот это я вам про фильм рассказал. Так. Теперь что? Да. Здравствуйте, Леонид Анатольевич. Хотел бы вас спросить про вашу фильм. Чтобы всем известно, что первый у вас фильм вышел в 80-м году. И из-за этого можно было бы сыграть, ну, огромное количество фильмов. А почему так не сильно много? Во-первых, то, что я скажу, вы все равно не поверите. Во-первых, я стесняюсь. Но я... Понимаете, как сказать? Это для меня это великая профессия. Я не очень понимаю, как можно взять на улицу из толпы, выдернуть человека и сказать, иди снимайся. Ровно так же, как со спектаклем. Я один раз попробовал. Меня приняли, я не испортил. Но я вдруг это... Знаете, я в авиации столкнулся с одним понятием раз и навсегда. И оно для меня свято. Это называется экипаж. Тебя никто не выгонит. Просто ты сам почувствуешь, что ты чужой, и уйдешь сам. И я почувствовал на сцене, что я на них не дотягиваюсь. Они... Нет, они вполне меня приняли. Я ничего не портил. И это было достойно вполне, но я не дотягивался до них. Я не был для них обузой. Я сам для себя стал обузой. Я ушел. Это первое. Я попробовал в кино. Один раз попробовал, второй раз попробовал. Ничего не понял вообще. Для меня те, кто снимается в кино, просто святые люди. Я просто преклоняюсь перед актерами, которые снимаются в кино. Любой человек, который при мне скажет слово «стоп» – враг на всю жизнь. Ну как я... Как вы себе представляете? Вот я. Вот она. И мы расстаемся. И надо рвать детей. Она с ней остается. Сын со мной, дочь. И эта сцена, которую надо сыграть, она ревет. И этот мужик, у которого слезы на глазах, все это на разрыв аворты. И это я никогда не... Все это искренне, все безумно. Стоп! Одну минуточку. Простите, пожалуйста. Дайте попробовать актрисе. Тут немножечко локон. Одну скуточку. Чуть-чуть и проверить. Встаньте, пожалуйста, чуть-чуть и голову чуть поверите. Еще раз, внимание, камера, мотор. Начали. Я, мой, ну как же ты продевался? Стоп! Что? Что случилось? Аккумуляторы сняли. Почему я не... Все хватит. Да? Готов. Убираем камеру, мотор. Я, ты, мой. Стоп! А! Смена обеда. Восемь раз. И все это потом мы смотрим и поразительно и ощущаем. Ну как, это же надо... Ну, в спектакле, вот я сейчас сыграл премьеру. Повторяю. Единственное, я поставил два условия. Условие первое, чтобы, если можно, чтобы около театра мне оставляли место для машины, потому что подъехать нельзя. Второе условие, чтобы я никогда, ни от кого, с момента того, как я вхожу в премьерную, не слышал ничего вообще о том, что происходит в театре. За кулисами. Никаких историй. Но я хотя бы могу это понять. Я прихожу, у меня в голове вот это все начинает собираться, и я три часа живу в этом. И меня никто не сбивает. И я до конца держу вот это, сколько могу. Но это как? Как это может быть? Так можно повеситься. Я почему... Я на всю жизнь запомнил одну картинку, которую я видел, которая произвела мне какое-то фантастическое впечатление. У меня чуть сердце не лопнуло. И это было на Мосфильме. Я увидел, как из ворот, из проходной одного из павильонов, из павильона выходит Ульянов. У него в руках такая, ну типа восечка, и в ней что-то там, то ли кефир, то ли звук, как вот так. Он идет к машине. Такой уже вечер, идет Ульянов. И я вдруг подумал, мама дорогая, пять минут назад этот самый человек в образе Жукова, по команде которого двигались армии, передвигались фронта, брался Берлин. А брови сдвинутые немедленно, эти армады шли куда-то с августичкой. Сейчас машина не пришла. И кто-то скажет, дедушка, подвинься. Пошел ты меня. От этого же можно сойти с ума. Проживать всю свою жизнь, проживать чужие жизни. Вообще, конечно, профессия потрясительная. Просто какая-то невероятная. Да при всем при этом, все время тобой кто-то командует. Ты же не можешь играть от начала до конца весь фильм. Как они это делают? Как они в этом живут? Как они уходят домой, потом думают, что-то происходит. Еще какая-то жизнь, наверное, утром в театре что-то. Потом надо приехать туда, пойти в кадр и сыграть то, от чего мы потом получаем восхищение. Я не понимаю. Преклоняюсь, не понимаю, восторгаюсь. Отказываюсь признаваться в том, что это произошло. И я выбрал себе роль дедушки. Ему, наверное, лет 95. Но у меня маленькая очень, к сожалению, фотография. Я не могу ее показать. Но три часа грима. Но я себе ковырялся там. Я себе придумал, поскольку я автор сценария. Я очень хитрый. Я поэтому писал, дедушка, беззубый. И что он говорит, непонятно. Поэтому у меня нет полтора часа ни одного слова. И что он меня спрашивает, только киваю головой, шмякаю, чихаю. И это очень удобно. И все. И мне замечательно. Ну, тоже, надо сказать, пару раз я взорвался. Потому что, значит, это коложа на лице, конечно. А есть еще грим, как это у Играл Высоцкого. Восемь или, по-моему, шесть часов грима. И потом просидеть 12 часов. Не понимаю. Преклоняюсь. И каждый раз готов в зале вставать и аплодировать любому, кто работает в кино. Это вот. А во-вторых, ну, нету сценариев. Понимаете? Сниматься в какой-нибудь стрелялке, чмокалке и там обнималке. Что-то мне не хочется. По той причине, что для меня высшее наслаждение было. Я вам скажу. Ну, конечно. Никакие гонорары не заменят зрительские аплодисменты. Это... Что-то не... Это... Да подождите! Стойте, стойте! Я не в этом смысле! Это примерно входит... Это называется мошенник на доверии. Это выпросил. Нет, я не в этом смысле. Это естественно совершенно. Из-за этого актер на сцене, потому что... Но для меня выше этого было только одно. Моя дочь, 16 лет. Она посмотрела спектакль. Вполне достойно объяснила мне, где хорошо, где плохо. Потом на третий день пришла и сказала, Слушай, а можно я пойду второй раз? Все. И я остался в этом спектакле. А ей 16 лет. И для меня это, конечно, было... Просто у меня сердце дрогало. Я выбрал тоже 12 лет. Я кочевряжился. Мне очень много раз предлагали. Я кочевряжился ни в какую. Не хочу. Ну, поле чудеса, как бы сказать, она существует, существует. Но есть книги, есть пьесы. Есть огромное количество занятий, которые мне дороги. И я живу в совершенно другой жизни. О чем никто не знает. А то, что пишет, пускай пишет. Потому что я вот сколько, 10 дней снимал в Крыму фильм 9 мая. Я приехал и прочел в интернете, что я, оказывается, на 10 дней был в отпуске на своей вилле под Олубкой. Во-первых, я никогда в жизни не был в Олубке. Я, на самом деле, так не случилось просто. А что касается виллы, я даже обиделся. Это свинц. Ну, нет, там дом был написан. Это я обиделся. Потому что в интернете было, я посчитал, у меня было 43 дома под Москвой только. 43. Два дома было за границей. Но они как-то мигрировали. Причем это не то, что там было написано, там существовали люди, которые жили в этих домах. Благодарили меня за то, что я им давал ключи. И они говорили конкретно адрес, прям где улица. Два дома мигрировали. Некоторые рассказывали, что они жили у меня на вилле в Каннах. Но эта вилла, абсолютное описание с фотографиями. Она была то в Каннах, то в Майами. Она как-то куда-то... Я за ней с трудом следил. Вторая исчезла. Она почему-то была сначала в Финляндии, где я катался на лыжах. Ну, возможно. Потом она куда-то переехала. У меня было два самолета. Один из них был Ил-62. Вот это меня, конечно, порадовало. Все-таки это солидно. А когда написали, что у меня какой-то домик под Олубкой, я обиделся. Ну, согласись. Но это свинство. Что я? Я не бедный человек. У меня 43 дома под Москвой. Ил-62. Тут какой-то домик под Олубкой. Оно мне надо, как уберечь. Что я себе? Не могу позволить. Написали бы что-нибудь. Это... Вот. Ну. Что еще? Ну, что вам еще рассказать? Давай. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, вот говорят, что вы собираете старшинки в основном уходе. И вот где-то, по-другому, что вы получили? Я собираю... Нет, я много лет собирал. Почему? Я не знаю почему. Вот ответа нет. Я, кстати, я с большим удивлением слежу за перемещениями собственного тела в пространстве. Я никогда не знаю где. Вот я после того, как расстанешься, я не знаю где я окажусь. Я могу оказаться где угодно. И это очень интересно. Я действительно некоторое время собирал справочную литературу. Это были справочники, словари, энциклопедии. У меня забит шкаф, там, штук 800, наверное. Я остановился, как это бывает, обнаружив себя стоящим около книжного магазина и держащим в руках справочник Маркшейдера. Я купил справочник Маркшейдера. Я не знал, что такое Маркшейдер. Я просто увидел незнакомое слово. Справочник Маркшейдера. Я стал его листать. Оказывается, это замечательная профессия. Это человек, который выводит точку под землей, выводит на поверхность. Но там, например, то, что находится на глубине тысячи метров, он может найти это и вывести на поверхность, поставить колышек, если там надо что-то обнаружить. Я вдруг понял, что, видимо, я сошел с ума. Потому что справочник Маркшейдера вряд ли мне пригодится при жизни. И уже потом, вероятно, я найду возможность пробиться, чтобы кто-нибудь знал, что я именно здесь, а не в другом месте. Собирал это. Я собирал очень много лет. Я собирал деньги. Не-не-не. Я собирал старинные деньги. Причем только бумажные. У меня несколько больших альбомов. Они мне жутко нравились, потому что произведения искусства. У меня есть деньги почти всех стран мира. Меня все привозили, потому что я, как любой собиратель, немножко сошел с ума. Что касается самолетов, это совершенно отдельная история. Когда меня Юра привел на аэродром, я был уверен, что, конечно, это розыгрыш. Меня много раз разыгрывали. Мы вообще по молодости разыгрывали друг друга всегда. Это было очаровательно совершенно. И я уверен был, что он меня разыгрыш. А сейчас что-то произойдет. Какой самолет? Как? 1994 год. Пустота, кругом паутина. Никого нет вообще. Пойдем, пойдем. Ну, я иду за ним, иду себе, иду. Хочешь с вами? Я говорю, хочу. Я думаю, сейчас ты меня. Вот ты меня сейчас разыграешь. Маленький самолетик, ягд 18-я. Они сидят впереди. Он сидит на командирском кресле. Я там инструктор. Мне тоже уши дали. Я сижу сзади. И я слышал какой-то птичий разговор, клянусь. Главное, меня поразило не то, что он что-то говорит, а ему что-то отвечают. Что-то 0451. Пинг, запуску, ветер, дайте аэродромы. Я запуск разрешаю. Этот спрашивает что-то. Они читают молитву эту, параметры какие-то. Я не вообще... Причем шутка перестанет быть шуткой, когда вдруг он запуск. Ему разрешили запуск. Рулежка. И мы поехали. Я думаю, это перебор. Потому что если они меня выкинут на ходу, то шутка фиговая. Потом вдруг он запрашивает исполнительный старт. Ему разрешают. Мы выкатываем все на облетную полосу. Взлет разрешаю. Сказал Нектов. Этот сказал взлет разрешили. Взлетаю. Это он впереди сидит. Я почему... Это произойдет мое впечатление. У меня был такой товарищ. Он жил в городе Перми. Он был сумасшедший режиссер. Как они все больны на всю голову. Маленькая двухкомнатная хрущевка. В которой жили бабушка, дедушка. Сумасшедший режиссер, папа и мама. Вот такая. Плюс ко всему прочему. Там жил маленький попугайчик. Которого звали... То ли Гошин. Как же его звали? Ну не помню. Папа Гоша. В одночасье мой сумасшедший приятель купил собаку. Собаку звали Вук. Это был лансьер. Таких собак, по-моему, в Советском Союзе было 7 или 8. Это был какой-то огромный сундук. Вот такого размера. Гигантский. Лохматый. Страшно. Но он огромный. Почему-то Гоша... Гоша, как же его звали? Гоша почему-то решил, что это хозяин в доме. И у этого попугайчик, он вот такой волнистый попугайчик, было несколько поразительных причин. Грузная бабушка, она ходила по квартире и все время что-то говорила. И попугай ходил так же, крылышки за спиной, так ходил и беспрерывно орал. Видали мы таких режиссеров. Видали мы таких режиссеров. Уходил. Утром он приедал, хватал за усы и говорил. Гоша, хороший мальчик, Гоша, хороший мальчик. Потом он ходил по столу и говорил. Горбачев, хороший мальчик. И клевал у тебя стареньки. Огромный этот Вук тоже решил, что это хозяин в доме. И слушался его беспрекословно. И было страшно смотреть, когда Вук начинал облизывать хозяина. Это огромный, своя лопата делал. И он оказывался во рту. Ему надо было разнимать, а оттуда вылезал попугай. Какой-то, какого-то, 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 видали бы таких режиссеров. Надо было видеть, а еще у Вука в детстве болело ухо. И он когда был щенком, ему завязывали шарф. И с тех пор он всю жизнь гулял только так. Значит, это огромная дубина, ему завязывали шарф, вот тут такой. Он выходил на улицу, а при этом дворник решил с ним поиграть. И он взял, да, и перекусим ему палку от метлы. Вот такую собаку. А вот этот шар такой трогательный. И потом он приходил и садился, ему варили ведро. Каша с мясом. Ведро. И он садил тихли слюни, а эта сволочь сидела на краю. А потом он сидел и говорит, жрать. И отлетал в сторону, потому что все это сметало в мою. Я к чему говорю. Это не совпадение. Причем этот Гоша, он, как сказать, он почти адекватно реагировал на слова. Когда его спрашивали там чего-то. Ну как, тебе тепло или холодно? Хорошая погода Несовпадение артикуляции этого маленького клювика приводило в изумление Даже неизвестно откуда вылетали слова Я к чему говорю, когда Юрка сидел за штурвалом и что-то говорил Несовпадение моего приятеля, который говорил какие-то неадекватные фразы Ему что-то отвечали, не мешалось в голове Потом он сказал, в лед разрешаю, пихнул эти руды, рукоятки управления двигателя вперед И мы взлетели, тут я понял, что шутки кончились Я просто обалдел Ну мы сделали там три круга, сели, вышли Я в полном абстракции Он мне говорит, хочешь попробовать? Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну пожалуйста, инструктор мне говорит, хотите? Я говорю, ну хочу Думаю, ага, вот тут как раз они меня сейчас и начнут Потому что кто мне доверит? Я сел, он сел слева, я сел справа Взлетели Первый разворот, второй разворот, третий разворот Пошли по прямой вдоль полосы Он мне говорит, ну держите что-то Я думаю, ага, автопилот включен И что я не делаю? Ничего не выйдет Но я его пихнул, чуть не провалился вместе с самолетом Схватил, оно поправил Я его стал держать, у меня ничего не получалось Я мокрый, как мышь, вылез оттуда от напряжения У меня характер такой У меня не получилось И я завелся И стал ходить Три раза в неделю я ездил Плюс в субботу, воскрешение Пять раз иногда в неделю Ездить в Луховице Первый самостоятельный вылет у меня был в Троицу в 95-м году Веточки Вермы и так далее Потом мы поехали уже сами Через некоторое время в Луховице Где собирают МИГи Учиться летать на истребителях А, нет, в Вязьбу Там были Л-29 Приехали, брифинг Мы с приятелем Естественно, перед полетами Запасной аэродром при случае погоды Все остальное прочее Но мы, идиоты, взяли с собой жор Поэтому пока шел брифинг Почему, собственно, нет Боже, мы полетаем Ну, полетайте Они уселись в кабину, в спарку И их уголокли Ну, так, пока нам все рассказали 40 минут заправка Они прилетели Мы вышли, говорят, идите отсюда Они говорят, не, мы еще хотим И улетели И мы остались Ко мне подошел маленький просто человек Как сейчас помню Афганик бывший Говорит, Аркадьевич, а вы чего, собственно, стоите? Я говорю, что стоять, когда у меня самолет украли? Он говорит, а на вертолете не хотите? Я говорю, а как это? Я говорю, пойдем попробуем Я говорю, пойдем Ми-2 Он меня посадил Поднял воздух Говорит, ну, держите ручку Теперь я пропускаю большой кусок Мы сели И не скрываю, это правда Он может подтвердить, он живой человек Я его укусил за руку А чем это? Вот так С криком Сволочь, ты меня обманываешь Эта штука летать не может Меня раскачивало под винтом на 20 метров туда-сюда Я сошел с ума Я ничего вообще не понял И завелся И у меня ничего не получилось Месяца два или три Меня Ниточка Шарик Меня качали Держи Потом меня сажали на табуретку с одной ногой Потом меня крутили Вертили Ничего вообще никогда Никак не в жизни Но так бывает У каждого человека из вас сидящего Каждый подтвердит Нашелся человек Который лег мне на сердце Который сразу все объяснил И так вот мы за каждого Каждый остался в профессии По какой-то загадочной причине Может, кому-то прикипел Это было В Норильске Белые ночи Фестиваль Он продолжался, по-моему, целые сутки Этот фестиваль И часть уже уехала на озера ловить рыбу А мы остались И финальная часть уходила Чтобы нас отвезли на озера Мы шли с Левушкой Лещенко Нас на вертолете должны были отвезти в зону отдыха И все садятся в кабину Я хочу вас предупредить Я когда закончил Сейчас покажу вам одну вещь Которую не видел никто Мы ее зарядили Я специально сейчас Не предупреждаю вас об этом Просто этого не видел никогда никто Потому что телевизор не показывает Почему-то Дураки и все Но не важно Так вот За штурвалом На командирском пресле сидит Очень пожилой человек С таким морщинистым Криченым лицом Такой дедушка Он мне Из окна Из окна Показывает Дядься, мол, сюда Я, значит, залезаю в вертолет В кабину Спрашиваю Слушаю вас Он говорит Аркач, я читал, что вы летаете Я говорю Ну да Но он говорит А куда вы идете? Я говорю Как куда? Дескать, в салон Он говорит А я что, таксист? Летаешь, садись И я говорю А где это? А он говорит Совсем ничего не получается А где это? Он говорит Ну, сядь Второй уходит Я сажусь на его место Он мне говорит Вот послушай Представь себе Что ты одинокий человек У тебя никого нет Ну, так случилось И живешь ты один В холостяцкой своей квартире И нет у тебя никого И тоска смертная И был бы ты совсем одинок И несчастен Если бы не твоя любимая канарейка Единственное, что у тебя есть в жизни Это канарейка Она ждет, когда ты придешь Она садит с тебя на плечо Ты кормишь ее с руки Вот это твое существо Которое спит у тебя вот здесь на подушке Возьми в руку Вот смотри Сжал Удавил Отпустил Улетела Теперь возьми ее так Чтобы ей было приятно Как женщине Вот возьми ее так Чтобы она так вот Здесь и курдокала Я думаю Дед сошел с ума Он тут же сказал фразу Которую все поставил на место У меня тут же крест Встал вот по центру Тут же А вот теперь вот так И дальше я с этой канарейкой 500 метров мы набрали Он мне отдал ручку И я эту канарейку Кручу себе В это время входит Лещенко Значит тут сидит фривандир Курит Здесь сижу я Уходит механик Садится Лещенко Долго сидит Мы летим 500 метров Левушка смотрит сюда Потом сюда Этот дед сидит Курит Леву так очень аккуратно Говорит А кто Вертолет ведет Дед говорит Автопилот Лева говорит А дед Дед говорит Вон сидит Паула эта длинная Вдруг дед говорит Лев Валерьевич Вы пристаньте Я Пойду в салон У меня ноги затекли Левка встает Дед проходит Криво И вдруг Лещенко вылаживает фразу Потрясающе Он говорит Не-не-не Я с вами Я здесь с ним один Не останусь И с этих пор Уже взяв ручку Я И началось И я стал летать Я по вертолете Тоже Потом была Чечня Хотя это не разрешается Я всегда сидел На правом сидении А там уже Совсем другая история Там меня учили По-настоящему Великие боги Я таких людей Не видел А командировал Ну Было что-то 30 Я не помню Сколько уже И это все И я прикипел К этому на всю жизнь И жить без этого Не могу совершенно И это Я первый раз в жизни Понял Ну вы же взрослые люди Наверняка Вы это уж точно В отличие от несчастных Школьников Читали из-за перри Ночной полет Я только раз Сообразил Один раз в жизни Я сообразил Что он имел ввиду В систему подготовки Пилотов Входит Кроме того Что обработано Отказы Отказы Вы можете Ошу вон В воздухе Произойти Еще ночные полеты Мы приехали В Голховице Это был 95-й год Первое что мы обнаружили Значит Ночной полет Нас сразу предупредили Что украли Взлетно-посадочную полосу То есть Не то что украли Лампочки Побили и украли А зачем Кого не нужны Главное Никуда винтить то нельзя Но 95-й год Крали все что могли Поэтому Огромный Урал С гигантским прожектором Светил ровно В точку взлета Я сидел в кабине Запросился Мне дали Разрешение на взлет Я взлетел Доложил что я взлетел Убрал шасси Поднялся Доложил первый поворот Развернулся Вот так фосфорицирует Табло Вот такие Звезды Абсолютно черное небо Такие звезды И под тобой Какие-то огоньки Я только в эту секунду Понял Что он имел ввиду Ему просто Бог дал Дал талант Описать это Он замер От восхищения Потому что Красивее Ночного полета Нет ничего Там был еще одна Кстати В понтан Квс Выше изложен Могу вам сказать Все время Какая-то мешает Мне Музыка У меня Чистота стоит Как сейчас помню Военная Я докладываю Там надо Повороты докладывать Где я нахожусь А песня Идет Какая-то песня Я ее переключаю Идет Я уж хотел доложиться Что у меня на этой чистоте Какая-то наводка идет То ли маяк Откуда я И я уже почти Потом я собираю Это я ору Мы рождены Чтоб сказку Сделать Были Сам себе Ору Сам себе Мешаю Ну просто Человек Сошел с ума Потрясение Подобно Там Конечно Живет Бог И все люди Которые летают И сидят За шаговом Конечно Общаются С Богом Конечно Все они Штут Скучный товар И я Не выношу Когда у нас Стала традицией Обвинять во всех Летных происшествиях Экипаж Свалить на мертвых Можно все Это Поразительная история Уже все Описали всем Что летчики Летают пьяные Что все это Ошибка экипажа Ну для тех Кто хоть раз В жизни Поднимался в небо Но это Немыслимая вещь Вообще А так Безопаснее полета Нет Ничего на сайте Там Как вы понимаете Встречных Поперечных Нет ГАИ тоже нет И вообще Все это Потрясение Подобные Прекрасные Когда ты На маленьком Самолетике Можно открыть Окошко И впустить К себе Облачко А когда ты На истребителе Можно подняться На большое облако Взлететь И потом вниз Дык-дык-дык-дык-дык Красотичная Ну как я в этом Я не могу вам Объяснить Вкус апельсина Ну что я Всегда надо его Попробовать И свидание с женщиной Я вам тоже Рассказать не могу Если кто из мужиков Пробовал То знает Что это хорошо Ну что еще Да Чтобы он провалился Прободом Этот айфон Где она сидит И бесконечные СМС Кисутата До двух часов ночи И это я хочу И не хочу Это конечно Совершенно Она хочет быть филологом Сначала она хотела Быть ветеринаром Я не знаю почему Теперь она хочет Быть филологом Я Кем угодно Только не актрисой Я попытаюсь ее Отговорить Кем угодно Пускай филологом Филологом Дай ей Бог здоровья Никогда не лезет И У меня с сыном Когда-то договор Я помню Он учился в четвертом классе Я посадил Напротив себя Дочери я сказал То же самое У меня своя работа У тебя своя работа Дай как договоримся Я Готов помочь У меня на работе Что-нибудь не получится Я к тебе обращусь Иди помоги мне Если у тебя что-то Не будет получаться Давай Только я Нет Есть не трудно Чтобы я не ходил в школу И занимаюсь своей работой сам Я в жизни в школе Не был У сына И По-моему Два раза в жизни Был в школе у дочери Я туда прихожу Конечно Когда я встречаю Дай ее на машине возить У нас далеко от школы Но чтобы я туда ходил На родительские собрания Зачем мне это надо Это ее работа Если ты ее не выполняешь То я не совсем понимаю Наши взаимоотношения Это то же самое Как если бы я домой Зарплату не принес Были бы претензии Были бы Я обязан это делать Обязан Есть вещи и обязательства У нас такие взаимоотношения Очень правильные А кем она будет Лишь бы она хорошо Замуж вышла Вот Без педицам Больше ничего не надо Не в смысле за олигарха А чтобы только все было хорошо Потому что эти Я видел много Несчастных семей Это ужасно Ну и вот Собственно говоря Если вы Если есть вопросы Вы их задавайте А если нет Ух мать Это разговор Не на один час Во-первых Я Я Конечно С одной стороны Без дураков Скучно Потому что Если бы не было дураков То как бы Казались умными Но дурак Во власти Это чудовищная Свеча Чудовищная Царя нет Вообще В абсолютном смысле Этого слова Если вы проходили То по истории Екатерина II Прощала все Даже Как это Дотвается сейчас В уголовном кодексе Бандитизм И все остальное прочее Как было прощено Ермаку Кстати Иди отвою И мне Сибирь Я тебе прощу все Ее занимала Не собственность Ее занимала Приросение земель Гигантское Количество России Матушка Матушка Ведь Бог мой А тут вдруг Неожиданно Сидят два человека Лысый один И говорит Ну что тебе надо Хочешь подарю Это Я вам почти Дословно рассказываю Хочешь уойдем В войне А Хочешь я тебе Крым подарю Хочу На Взял Парил Крым А второй сказал Чеченцы здесь Не будут Жить И выяснил Всех Ребят Как это вообще Понимаете Это что-то Из нечеловеческого Ряда Если возьмете Карту И посмотрите Как разделены Государства По какой-то Загадочной причине Они ведь разделены Если вы помните Фильм Закон есть закон Помните Старый французский Хороший фильм Когда граница Проходила ровно По кабаку У них Причем туалет Оказывался Во Франции А все Где они сидели В Италии И они каждый раз Через границу Должили в туалет ходить Вот этот идиотизм Ровно то же самое Ведь разделение Не просто народа На народ Они еще веру разделили Но тут живут Мусульмане А тут живут Православные Поделили вот так Теперь половина Мусульман здесь Ну к примеру Можешь посмотреть По карте Каким образом Образовались Эти границы Я почему еще Люблю летать Потому что Когда поднимаешься Вверх Хотя бы на 50 метров Я уже не говорю На тысячу Или на 10 тысяч На дешилоне Идешь Там Ну если смотришь Низ там ведь Озера Реки Лес И ничего Не нарисовано Никаких границ Это первое Второе Хочу вам сказать Есть одно место В мире Одно Где все правильно Если верить Это Иерусалим Когда стоишь У гроба Господня Я еще раз повторяю Вы можете верить Или не верить Но когда стоишь У гроба Господня Все правильно Стоит отойти Даю вам честное слово На два шага И у тебя начинает Немножко сворачиваться Голова Ну вот он лежит И все в него верят Но тут молятся Одни Тут молятся Другие Там молятся Третий Тут орет Моинзин Причем они друг Друг уже не разговаривают А он один Вот здесь Они только что стояли В этом месте Они еще поделить Ухитрились храм Эти молятся в это время Это в это время Чтобы там не дай бог В рождении было никакой Их разделили всех А чем дальше от этого места Тем больше и больше расстояния Хотя как вы знаете Если кто читал Библию Что евреи Что мусульмане Братья По отцу просто Братья Если вы помните Эту знаменитую легенду Когда Исфиль Сказал мужу своему Что мне извини Уже 98 И Поэтому войди К служанке нашей Агарь И пусть она Тебя зачнет А ну он зашел Она и зачала Родился и прогиб Ну другое дело Что они себя Или неправильно Выгнали в пустыню Но тем не менее Они братья И земля такая Большая Если посмотреть сверху А Украина Я знаю людей Которые родились В дозападной Украине В жизни никто Никогда Слово бендеровцы Там не слышал Клянусь вам Со времен войны Я сегодня Это было там Пяток дней назад Смотрел украинское телевидение 15-летняя девочка Она учится в 9 классе С хорошими Светлыми глазами Это не дура совсем Образованная девочка Ее спрашивают Как вы вот к этому Отнестись Ко всему И эта девочка Я понимаю немножко Украинский язык Она говорит Что я не против Русских Просто у меня Когда у меня будут дети Я не хочу Чтобы они были Вшивые и больные Я не хочу Чтобы у нас бегали Крысы Потому что все русские Они же вшивые очень Они больные У них бегают Крысы Они работать не умеют Они сюда приедут Надо будет их кормить А у нас У самих не так много Ей 15 лет Она абсолютно Убеждена Что это правда Она действительно Этого боится Просто Она не против Она не то что Она не сказала Что придут В нас стрелять Она боится Заразиться от нас Просто заразить Потому что мы все больные Все в струбьях У нас по улицам Дегут крысы Это произошло За 20 лет Теперь я обращаюсь К мужчинам Которые понимают В этом чуть больше Вы представляете Что такое 25 тысяч АКМов У людей Которые И накололись И еще Плюс у них ПЗРК А этот ручной Зенитно-ракетный комплекс Ручной От него спасения нет Он с обед Кого угодно Направил Тубус туда Как дал Они все В хорошем состоянии В очень хорошем Уверяю вас И это правда Потому что по другому Не удержать Между прочим В 17-м году Матросня была Примерно в таком же состоянии Но дело не в этом И вот 25 тысяч АКМов Вы себе представляете Не можете Он довольно легко Спуск наживается И рожок меняется Довольно быстро Вот что страшно Это же удержать Очень трудно Но случилось И то что было В Славянске Вы все думаете Армию можно удержать Там есть приказ Какая бы ни была Зя-не-зя А тут нету этого Зя-не-зя Он возьмет и нажмет Если вы слышали В интервью Один очень мощный Человек от Мирал Командующий В Черноморский флот Сказал очень правильную фразу Он сказал Ребята Не дай вам Бог В нашу сторону Даже из рогатки Это не игрушки И в эту секунду Там стало тихо Уверяю вас И никто Даже из рогатки В эту сторону Даже не попробует Даже идиот Понимает Чем это может кончиться А там кажется Так просто Бабушки Дедушки Какие-то Эти С колясками Беременные женщины Ну мужики Ну и что У меня АКМ Когда? Но с другой стороны Если обернуться назад Надо же задаваться вопросом А как это вообще Все случилось? А что до этого Никто не знал Что это произойдет? А что при Ющенко Разве никто не знал Что это льется Пропаганда Бесконечная А еще раньше вернуться Киев Мать городов русских А как это? А как же это понимать-то? И это Ребята Разговор такой длинный Я не политик Но по-человечески Понять это можно Вероятно только С точки зрения психиатрии Здесь что-то не так Или с точки А Сейчас Вот вопрос Скажите пожалуйста Кто-нибудь Маркса читал? Если вы помните При 10% Если дать капиталу 10% прибыли Капитал проявит интерес Татам Тарам Тарам Татам При 150% Прибыли Нет такого преступления На которое капитал бы не пошел Абсолютно чистый бизнес Нет никакой политики Абсолютно чистый бизнес Плюс политика Что является продолжением Всего этого Зрага бизнеса Ну ужасно Ужасно Давай Давай Теперь про веселая Как делают детей Чего? Отсюда? Из Омска? Получилось Как таким образом Что я сюда больше вожу Чем отсюда А чего я могу привезти? Ну что я привезу Из Омска? Мне интересно Что здесь можно Однозначно По грибам Кажется По грибам Нет А я вам скажу Я грибы Шишки 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 Нет Шишки Нет Нет Грибы Еще Всякие Ягоды И я еще Пообещал Нет Грибы Потому что у меня жена Она обожает собирать грибы Я обещал Что я привезу Обязательно Она здесь Будет собирать грибы Но это наверное ближе туда В Тиминскую область Я ее повезу А так больше Не считают что я привезу Что? Ну как вы там Жень Ну что Даже когда мы бываем на охоте То пока они охотятся Я летаю Тут был вертолет Ми-2 И я баражировал бесконечно С утра до вечера Надоел всем До крайности Потому что я будил Горануутро Но пока они охотились Я летал Привез Ой Ну все что можно Из Москвы привезти Мне страшно нравилось Сюда возить Я кино сюда привозил Я сюда книжки привозил Детям Я привез Вот такой вот Самовар Он большой Он работает Браты Ди из Москвы Я его в деревне Привез из Омска Я здесь его купил Потом совершенно замечательно Что мы с Андреем Ивановичем С Галушков В одной деревне В Щебаркуле Вот где Я его попросил Найти многодетную семью Думал 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 Пошли купили корову И я им корову подарил Они чуть с ума не сошли Вот это замечательно Понимаете Когда Говорит по носителям Я не про это Вы понимаете Весь Все замечательно Это когда у человека Лезут глаза от удивления Но когда я приезжаю Ну уже понятно Ну примелькнулся За 21 год Когда ты мелькаешь Каждую пятницу Включил утюг Я тоже там А когда вдруг Открывается калитка Где Никакой Идет с коровой То конечно Ну она теперь Молодок Большая многодетная семья У них То ли корова упала То ли я не знаю То ли встала Я не знаю Как она Ну Ну и замечательно Очень хорошо Вот все Ничего особенного Оно не стоит ничего У тебя Сидите Я вас прошу У меня такой вопрос Нужно Вилософского Вот скажите Пожалуйста Вы Такое впечатление Производите Человек Который идет по жизни С улыбкой Легко Свободно Были ли ситуации Когда вам приходилось Что-то преодолевать И заставлять себя Что-то сделать Первый вопрос И второй вопрос Что для вас Оно с основными двигателями Что вас Идет по жизни И Постоянно Помогает И Останавливаться Отвечу Насчет преодоления Каждый день Скрипя зубами Когда у меня плохое настроение Я запираюсь в комнате И не ухожу Чтобы не портить другим Потому что я могу сорваться В любую секунду Я из категории Ему больше всех надо Я схожу с ума Я взрываюсь По любому поводу Потому что я не терпеть Не могу Хамство Ненавижу Предательство Но к сожалению Я не сдержан Есть люди Которые могут Холодно и толково А по нашим временам Дать пощечину Подлецу Считается преступлением Что кстати Неверно В наше За время советской власти Нас всех учили Что если обидят Твою жену Твою маму Твоего ребенка То ты прежде всего Должен бежать в партком Или в правком Тогда весь коллектив За тебе заступится Потому что Наша А по идее Мужик должен уметь Давать Грубо говоря Нет почему грубо Он должен давать В морду Подлецу Если он подлец Если кто-то Тронет моего ребенка То он должен Получить по морде А я не должен Никуда бечь А я не должен Кстати ходить Потом в суд Поэтому каждый раз Конечно А что касается Насчет того Чего он меня держит Я вам скажу Мне моя мама Женщина мудрая Я одно слово Заменю Потому что это аудитория Так я ее спокойно Говорю всем Один раз Произнесла фразу Которую я бы начертал На своем гербе Она сказала Знаешь что Не может твоя задница Тобой командовать Хочешь лежать Сядь Хочешь сидеть Встань Хочешь стоять Ходи Хочешь ходить Бегай Задница командовать Тобой не может Вы себе представить Не можете Насколько я ленивый человек Я так хочу Лечь спать Но я думаю Нет Этого не будет Это во первых Но с другой стороны Мечта конечно У меня есть Все чем я занимаюсь Даю вам честное слово Изоление Я мечтаю Когда нибудь Лечь на диван Взять в руки Книжку Тут открывается Белень Говорит Вставай Че ты лежишь Дурак Там такой снег Пойдем Мы тебя научим Кататься на лыжах Я скажу Во Я умею Они скажут Ладно Пойдем Самолеты Ты знаешь Я умею А послушай Ты знаешь Умею Я должен научиться Всему по нему Чтобы они от меня отстали Чтоб я лег на диван И пусть она мной командует Все Ребята Аплодисменты